Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Жил с девушкой на квартире, были очень долгие отношения, 8 лет. Решил там же другу после армии с жильём, девушка была не против. Приехал друг и жил спокойно так же. Девушка против не была. Прошло 3 месяца и она бросает меня. Спрашивала у девушки проблемы в друге, она говорит нет. Лучше по другу девушка говорит, что могло быть по-другому, если бы мой друг уехал через гарантию, теперь меня гложет вина, за что я разрешил пожить у нас другу достаточно большое время. Не могу нормально общаться с ним и находиться в одной комнате. Как мне быть? Ну, я вот почитал немножко ответы, которые вам мои коллеги дали, вот несколько ответов прочитал. Вот. Довольно получается так. Негативно. А относится коллеги мои к этой ситуации, которая у вас произошла. Вот, но, честно говоря, я как-то вот их мнение не разделял. Вот. Потому что, ну, на мой взгляд, в первую очередь, проблема заключается в том, что ваши отношения с девушкой, на мой взгляд, они слишком-то крепкие были, и в них не было открытостей, в них не было, доверительности в них не было, честности и так далее. Понимаете? На мой взгляд, срок 8 лет, это довольно большой срок. И, как мне кажется, из-за одного человека, из-за вашего друга, ружье то, что выстраивалось в 8 лет, ну, довольно-таки странно. Если только, вот, это весна, было бы интересно, если только не было каких-то еще других проблем. Вот. Вот если между вами и вашей девушкой еще какие-то другие проблемы были, вот, например, она, как вот вам, вот, мои коллеги в данном случае сказали, да, что она могла быть недовольна тем, что вы не сделали ей предложение, да, вот. Или просто какие-то конфликты между вами были, трудности тверки, вот, тогда да. Но, понимаете, если вот, у вас все было нормально, все всех устраивало, все всех устраивало, то, как вы живете, то, что вы делаете, и так далее, вот, и девушка бросает вас на дед, конечно, говорит о том, что дело не в руки, а вот в кривисе отношений, вот, потому что, опять же, девушка оживляла с вами в 8 лет, да, прекрасно понимала и знала о том, что вы можете помочь своему другу, и, ну, потому что вы такой человек, вот, получается, что, что она вас, ну, вероятно, не принимала, или вы, опять же, повторюсь, не выстраивали, не выстраивали отношения, вот, такие, доверительные, поэтому ваше чувство вины, да, и то, как вы реагируете на эту ситуацию сейчас, с одной стороны, это нормально, с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что чувство вины которые у вас есть связано с нарушением личной, личной границы, то есть, я думаю, что тот факт, что вы испытываете чувство вины говорит о том, что вы, ну, вы нарушаете свои личные границы, как-то, то есть, ну, делаете что-то против воли, вот, не знаю, вот, против воли своей, или для себя против воли вы делаете, или вы делаете для себя что-то против, или вы делаете против воли что-то для девушки, или для друга, Это нужно выяснить, но чувство вины, это вот связано с вашей собственностью, с вашей собственной такой вот не свободой, если можно так выразиться. Вот, и в общем и целом, вот с этим в первую очередь нужно работать вам с психологом, то есть то, что может сделать психолог, не подсказывать вам, как вам быть, это вы решите сами, а именно разобраться в себе, в своих приоритетах, в своих ценностях, вот. Я думаю, что девочка-то, если у нее есть к вам чувства и вас много чего связывает, она вернется, ну, если вы начнете меняться. Но меняться именно только в плане осознания своих приоритетов и ценностей. Что касается другом, то здесь интересный момент, то, что вы не можете с ним находиться вместе, а возможно это связано с тем, что теперь у вас появился повод не быть с ним настолько близким, как вы были раньше. Если вам это не нравилось, например, это с одной стороны, с другой стороны, возможно, друг для вас важнее, чем девочка, ну и друг важнее. Тут такая обивалентная получается ситуация, ситуация немножко двусторонняя, да, вот, я бы не стал делать каких-то вот таких прям, знаете, поспешных выводов. Потому что, да, потому что, на мой взгляд, нужно разобраться со всем, да? Ну, на мой скромный вклад, нужно разобраться с тем, что для вас является приоритетом, что для вас является важным, что для вас является ценным. Нужно с этим разобраться совсем. Тогда, на мой взгляд, у вас будет шанс как-то для себя лучше понять, что вам делать. Потому что, ну, очевидно, что, допустим, если девушка к вам вернется, то какие-то вещи вам нужно будет изменить. Да? Потому что вряд ли она будет, ну, почти вряд ли она еще раз, да, эту вот, скажем так, потерпит. Вот, какие-то вещи, которые ей не нравятся. Вот, ну, а как же вы, да, то есть вот, вам как же быть? Вот. То есть это вот то, что очень важно преследовать. Поэтому я бы начал с тем анализа ваших отношений, в первую очередь, с девушкой и другом. Вот. То есть насколько вы честны и открыты с другом. Вот. Насколько вы являетесь сами собой, с другом. Вот. И вообще являетесь, ну, да, являетесь сами собой, с другом. Это первое. То есть вот. Насколько вы свободно себя чувствуете, да? С ним, ну, с другом имеется ввиду. Вот. Хорошо ли вам? А сколько хорошо вы чувствуете себя с девушкой? Нет ли у вас вот такого, ну, ощущения, да, какой-то зажадости, например. Например. Вот. Это очень вайл. На мой взгляд. Вот. И дальше уже нужно устраивать новые типы отношений. Само собой. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Я задаю вам Insertbox2, ей 5 прибор. Удачи.